Марш Мужества В последнее время, когда стал готовиться к этому концерту, я вскрыл нового человека. Я его знал как друга, как товарища, но не знал, какой он гениальный человек. У него написано более ста произведений. Он создатель таких фестивалей необыкновенных. Это Спасская башня, это Амурские волны, это на сопках Манчжурии. От Калининграда и до Сахалина. Во всем мире знает Халилова. Он достиг высочайшего уровня как военнослужащий, как командир. Генерал-лейтенант – это высочайшее звание, народный артист. Поэтому это просто гениальный человек. И мне повезло, что я с ним дружил, общался. На торжественном вечере прозвучали песни, написанные талантливым композитором Валерием Халиловым, которые на одном дыхании звучали в исполнении четырех оркестров. Городского духового под управлением Валерия Коваля, коллективов 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады, краснознаменной пограничной группы имени Держинского и оркестра воинской части внутренних войск МВД. Уверена, что это станет большим событием в культурной жизни города и принесет неповторимые впечатления для всех брещан, всех гостей этого проекта. Безусловно, проект нам сейчас необходим, потому что как никогда музыка, ну это такие прописные истины, культура, объединяет нас, соединяет наши сердца, объединяет нас в дружбу, в партнерство, в сотрудничество. И нам очень приятно было поддержать и в этом году инициативу Валерия Борисовича Коваля и присоединиться в качестве соорганизаторов к этому проекту. В течение полутора часов на сцене звучали различные произведения, военные марши, песни, романсы, в том числе в исполнении солистов. Около десятка композиций исполнил сводный оркестр, когда на сцене находилось порядка 70 музыкантов. Завершился памятный вечер традиционным произведением в символах военных оркестров – маршем «Прощание славянки». Именно этой композицией часто заканчивал свои фестивали Валерий Халилов.